Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как сделать удаленное подключение к любому компьютеру, не имея никаких программ. Ну и в принципе покажу еще одну программку, но это не будет TeamViewer, который распространен у нас, потому что ребята из TeamViewer конкретно зажрались, бесплатной программой пользоваться просто невозможно, делают всякие костыли, невозможно использовать более старую и новую версию программы, то есть нужно, чтобы обязательно всегда были одни и те же версии. В общем, геморроев и костылей у TeamViewer довольно-таки много. Сегодня я хочу рассказать, как удаленно подключаться, без каких-либо вообще программ, проблем. И все это делается на самом деле очень легко, и это есть в каждом из ваших компьютеров, но вы, скорее всего, об этом не знали. Поехали! Данное видео выходит при поддержке разработчика утилиты RecOrganizer. Эта программа как раз и поможет вам не ломать голову для того, чтобы оптимизировать ваш компьютер, а сделает все сама. Поможет найти и удалить ненужные программы, очистить место на системном диске, ускорить загрузку и работы Windows в целом. Обязательно попробуйте, ссылка на программу будет в описании под этим видео. Первый способ, который позволяет удаленно подключаться к любому компьютеру вообще без каких-либо программ. Все это дело есть в нашей операционной системе. Просто переходите в поиск и набираете там такое слово сочетание. Вот так вот. MST SC. Если у вас вдруг не находит в поиске MST SC, пропишите еще .exe. Таким макаром, если вдруг у вас старая операционная система, то вы можете то же самое сделать немножечко по-другому. И в принципе в любой операционной системе можно сделать так же. Просто зажимаете кнопочку Windows R, у вас появляется вот такое окно. Тут тоже самое пишите MST SC и нажимаете ОК. В данном случае у вас появится вот такое вот окошко. Возможность подключиться к удаленному рабочему столу. И теперь вы можете подключаться к любому компьютеру, который находится в вашей сети по IP адресу или по его названию. Если у вас комп подключен к сети, то название вашего компьютера вы можете узнать просто зайти и клацнув свойства вашего компьютера. Правой кнопкой выбираем свойства. И вот здесь у нас в свойствах будет наше имя. Смотрите всегда, чтобы у вас было именно полное имя. У меня вот такое вот полное имя данного компьютера. То есть если бы я хотел подключиться к этому компьютеру удаленно, я бы взял, скопировал это имя и соответственно вставил его вот в это окошко. Но нужно учитывать то, что здесь нужно использовать только сетевые компьютеры. Кроме того, здесь вы можете использовать IP адрес того компьютера, к которому вы хотите подключиться. IP может быть внутренний локальный и IP может быть внешний. Внутренний локальный IP вы можете посмотреть просто в параметрах интернета, подключения. Вот здесь вот настройка параметров. В Windows 7 вы просто переходите в панель управления. Здесь нажимаем правой кнопкой и смотрим состояние. В состоянии нажимаем кнопку сведения. И вот здесь вы увидите ваш IPv4 адрес. Вот это и будет ваш сетевой адрес. В данном случае к сетевому адресу я подключаться не буду. Я буду подключаться вообще к внешнему IPN адресу, соответственно к внешнему компьютеру, который не находится в моей сети. И для этого я здесь просто впишу IPN адрес моего компьютера, к которому я хочу подключиться. Для наглядности я покажу компьютер мой, на котором у меня хостится сайт. То есть я вписываю здесь IPN адрес, вы его не увидите. И нажимаю кнопочку подключить. Дальше здесь нужно будет ввести имя пользователя и пароль учетной записи, которая установлена на том компьютере. То есть на том компьютере, если есть учетка, то у вас появится вот такое вот сообщение. Если вы поставите галочку запомнить меня, то потом вам вводить уже не нужно будет ничего. Здесь я пишу просто имя пользователя и пароль, который у меня в той операционной системе есть. Итак, я ввел логин и пароль, нажимаю кнопочку ОК. Происходит подключение. Первый раз вы увидите вот такое вот сообщение, где нужно будет подтвердить, что компьютер безопасный и вы можете спокойно к нему подключаться. Если вы потом не захотите видеть это сообщение, нажмите просто вот эту галочку и нажмите кнопку Да. Ну что ж, вот я и подключился к своему серверу. Как видите, это не составило никакого труда, я просто знал IP, к которому мне надо подключиться. Ну и естественно, учетные данные, с помощью которых я и зашел непосредственно на другой компьютер. В данном случае у меня есть уже рабочее окно другого компьютера. То есть если смотрим, это у меня компьютер, на котором я записываю данное видео. Если я перехожу сюда, то вы видите, что здесь уже тот компьютер, который я использую для собственного сайта. Все, подключение было закрыто. Как видите, никаких сложностей не возникло. Одно маленькое но. Если вы хотите удаленно подключиться к интернету, к какому-то компьютеру просто по его названию, то у вас это не получится. Почему? Потому что по названию можно подключиться только к вашей локальной сети, к тому компьютеру, который вы знаете название. То есть название, о котором я рассказывал. Чтобы удаленно подключиться к любому другому компьютеру, который находится в мире без разницы где, нужно знать его уникальный IPшник. И есть маленькая проблема в том, что не все компьютеры имеют уникальный IPN-адрес. Многие компьютеры пользуются одним IPN-адресом на целую группу компьютеров. То есть у них есть, собственно, подсеть. Таким образом, подключиться вот данной технологии к какому-то компьютеру, у которого динамический IPN-адрес, невозможно. Ну или же вы можете подключиться только к тому компьютеру, который находится в вашей локальной сети. Ну и второй способ. Это вообще, в принципе, тоже ничего сложного, но уже нужно будет использовать программку. Но сразу хочу сказать, что программка бесплатная и классно в том, что работать с нее можно вообще с любого устройства. Поддерживается Windows, Android. То есть с любого устройства, которое у вас есть, вы можете выполнять подключение между совершенно разными устройствами. Например, с винды вы можете подключиться к андроиду. Например, с андроида вы можете подключиться к винде. Что это за программка? На самом деле ничего сложного. Это удаленный рабочий стол Chrome. То есть для того, чтобы воспользоваться данной программкой, вам нужно, чтобы у вас был установлен любой браузер на основе Chromium, который поддерживает именно вот такие вот расширения удаленный рабочий стол Chrome. Дальше вы просто заходите по вот этой ссылочке. Вот эту ссылку я оставлю в описании под этим видео. Просто переходите по этой ссылке и нажимайте кнопочку установить. Если вдруг у вас установлен Android, то, соответственно, вы можете нажать кнопочку скачать и установить эту же программку, это же расширение на Android и, соответственно, подключаться с Android. Теперь показываю, как ей пользоваться. Ничего сложного. Нажимаем кнопку установить. Нажимаем установить приложение. Дальше у нас появляется вот такой вот значок Chrome Apps. В случае, если вы уже установили когда-то это значение, то чтобы попасть сюда, вы можете просто написать Chrome Apps или же вот здесь нажать кнопку дополнительные инструменты и расширение. То есть в расширениях у вас тоже будет удаленный рабочий стол. Вот он он. То есть вы его в любой момент можете найти. Но я рекомендую использовать вот это вот название Chrome Apps. И вот здесь вы можете запустить этот удаленный рабочий стол. Если вдруг у вас нет аккаунта в Google, то его, естественно, нужно будет завести без аккаунта в Google. Данная фишка не работает. Я же введу тот аккаунт, который уже у меня есть. Нажимаю далее. Потом запрашивается пароль. Здесь вводим пароль от вашей учетки. Если у вас учетки нет, то вы ее создаете. Ничего сложного в создании нет. Можно создать даже без номера телефона. Ввели пароль, нажимаем далее. Все, учетка подключена. Теперь нужно обязательно включить синхронизацию, потому что без нее данная программка не работает. Нажимаем кнопочку включить. И, в принципе, теперь вот сюда нажимаем. И у нас здесь есть возможность продолжить уже использовать удаленный рабочий стол Chrome. И здесь есть несколько вариантов. Вы можете оказывать удаленную поддержку кому-то. Или же вы можете подключаться к вашим компьютерам, которые висят на вашей же учетной записи без каких-либо проблем. Если вы хотите подключиться к своему компьютеру, у которой такая же учетная запись, как и у вас, ну то есть одна и та же учетная запись используется на разных устройствах, то нажимаем кнопку начало работы и подключаемся к любому компьютеру из списка, который там у вас будет. Если вы хотите к кому-то подключиться, кого вы не знаете, к другой учетной записи, то нажимаем кнопочку начало работы и дальше вы можете, у вас есть два варианта. Вы можете поделиться вашим рабочим столом или же вы можете подключиться к другому компьютеру. То есть в данном случае вы выбираете, что вам нужно. Я хочу подключиться к другому рабочему столу. Нажимаю кнопочку доступ и дальше мне нужно ввести код доступа, который будет сгенерирован на другом компьютере. Как это сделать? Показываю, как это происходит на другом компьютере. Просто переключаюсь на другую операционную систему. Вот как видите, здесь уже другое окошко, другая заставка. Здесь запускаю Google Chrome. Дальше все те же приложения можно прямо вот сюда нажать на приложение и перейти в удаленный рабочий стол. Все то же самое. Здесь вы должны поделиться своим рабочим столом. То есть вы должны организовать так, кому вы хотите передать управление данным рабочим столом. Дальше нужно скопировать вот эти цифры и передать тому, кто хочет к вам подключиться. Копируются они с помощью комбинации Ctrl-C. Итак, я скопировал эти цифры. Обратите внимание, какой здесь у меня рабочий стол. Синенький, да? Переключаюсь в другую операционную систему. И здесь у меня уже рабочий стол вот такой, чтобы вы понимали, что это разные компьютеры. Теперь, чтобы мне подключиться к тому компьютеру, у которого синий рабочий стол, мне просто нужно ввести тот код, который я вот там скопировал. И нажать кнопочку подключения. После того, как вы нажмете кнопочку подключения, на том компьютере нужно дать разрешение на подключение тому человеку, который к вам хочет подключиться. Соответственно, мне надо переключиться на данный компьютер. Ну, в моем случае, тот, кто человек будет находиться за данным компьютером, он нажимает кнопку разрешить использовать этот компьютер. И обратите внимание, что с того компьютера, где у меня был черный экран, вот у меня появилось окошко, в которое я уже могу раздвинуть на весь экран. И я уже имею удаленное подключение к другому компьютеру. В чем хорош именно удаленный рабочий стол Chrome? В том, что здесь нет проблем с подключением. Даже если на одном компьютере будет более старая версия вот этого удаленного подключения, то можно спокойно к нему подключаться. Во-вторых, это полностью бесплатно, то есть вы не платите здесь ни копейки и ни за что. У вас здесь нет никаких тупых ограничений, которые есть в TeamViewer. TeamViewer просто сегодня меня выбесил вот этим своим дебильством, которое они делают. Они думают, что их программа уникальная, что никто кроме TeamViewer ничего использовать не может. Да блин, боже, просто TeamViewer был удобен для людей, потому что ничего сложного в его установке нет. Тут же, конечно, немножко с установкой нужно подзапариться, но ничего такого сверхъестественного нет. То есть вы можете спокойно подключаться к другому удаленному рабочему столу совершенно бесплатно, без каких-либо ограничений. И это будет выполняться через сервера Google. Это работает даже быстрее, чем через TeamViewer. Причем ограничений никаких здесь нет. Ну вот, в принципе, все то, что я хотел показать. Если вдруг вы дали кому-то доступ и вам что-то не понравилось, вы можете этот доступ в любой момент отключить. Просто вот так вот нажав закрыть доступ и на том компьютере будет закрыт доступ. То есть теперь вы не сможете уже подключиться к тому компьютеру. Плюс очень высокая безопасность данного подключения, потому что код генерируется каждый раз новый. И чтобы подключиться к тому же компьютеру, к которому вам нужно подключиться, вы должны запросить у того компьютера разрешение. Без разрешения вы подключиться к чужому компьютеру не сможете. Без разрешения вы можете подключаться к своим компьютерам, которые есть у вас вот здесь вот в сети. То есть все те компьютеры, которые используют одну и ту же учетную запись в Google Chrome, считаются все вашими. В том числе это и будут Android устройства. То есть никаких проблем, чтобы подключиться к ним или подключиться с них на любое другое устройство у вас не возникнет. Надеюсь, это видео было вам интересно. Теперь вы знаете еще два совершенно бесплатных способа, как можно подключиться удаленно к какому-либо компьютеру или смартфону. Кроме того, первый способ вообще не нужно никаких программ. Второй способ нужна программа, но она совершенно бесплатная и в ней нет никаких проблем, которые есть в TeamViewer. В общем, это очередной способ отказаться от TeamViewer и сказать им до свидания, потому что они зажрались. Не забывайте о том, что у меня на канале есть целая куча интересных полезных видео, которые могут быть интересны для вас, потому что эти видео помогают вам в работе с вашими Android устройствами, а также с вашим компом на винде. Если у вас возникли какие-то проблемы с ними, то заходите на мой канал. Скорее всего, эти проблемы уже в моих видео давным-давно решены. Ну и если мои видео вам конкретно понравились, не забывайте о том, что вы можете подписаться на канал, не забывайте о том, что вы можете поставить колокольчик и получать все новые видео сразу после выхода. Кроме того, вот здесь есть целая куча социальных сетей, в которые вы можете перейти и задать свои вопросы, если вдруг у вас такие возникнут. Например, в группе ВКонтакте, став участником сообщества, у вас здесь появится специальный раздел, в котором вы сможете задать свой вопрос. Ну и на этот вопрос вам ответит кто-либо, либо я, либо модераторы, либо участники сообщества. Если у вас стоит еще пиратская Windows 10, то пора уже, наверное, перейти на лицензию. Почему? Потому что лицензия стоит всего 1300 рублей или 18 баксов, считайте в своих валютах. Это очень-очень дешево. Здесь вот тоже можно заказать лицензионный ключик. Ну а на этом всем пока.